На железнодорожном вокзале, несмотря на поздний час, многолюдно. Петрозаводчане в ожидании 50-минутной стоянки агитпоезда ЛДПР. В спецсоставе депутаты Госдумы, активисты и юристы ЛДПР. Каждая остановка превращается в массовый митинг. Проблемы ЖКХ, отсутствие рабочих мест, пригородное сообщение. Тем, кто отчаялся обивать чиновничьи пороги, есть о чем рассказать и не желтым. Очень добрые люди, очень доброжелательные. На первой станции нас встречали хлебом с солью. Мы видим, что над людьми издеваются, потому что многие не знают своих прав, не знают законов. Вот мы приезжаем на одну из станций, сейчас наши коллеги будут разбираться. Естественно, мы не можем раньше времени никого обвинять. Но бабушки нам рассказывают, из бюджета выделили деньги на строительство колодцев, а у них на эти колодцы и у местных жителей деньги собрали. Сейчас будем разбираться. Проблема жилья, по-моему, была актуальна постоянно. Что у молодых, что не у молодых, что с расселением ветхого и под снос жилья. У нас в Петрозаводске она практически не решается. Поиск колесит по стране уже пятый год. По мнению либерал-демократов, эффективность налицо. И себя можно показать, и о стране узнать побольше. Мы не прячемся от избирателей. Мы не боимся, что люди будут кидать в нас чем-то нехорошим, ругаться. Голоса избирателей надо зарабатывать трудом. В том числе и терять голос. В Петрозаводске народное счастье длилось около часа. За это время агит-коллектив собрал более сотни обращений от граждан. Большинством из них займется региональное отделение. А наиболее сложное отправят в Москву. Лично лидеру партии Владимиру Жириновскому. Анна Березина, Александр Борисов, телеканал Ника+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова